Человек создает свои страдания. Вот у вас сейчас ряд страданий. Вы пришли в эзотерическую школу Кайлас, так как в вашей жизни присутствуют страдания, и вы не знаете, как из этих страданий вам выйти. Итак, для чего даются страдания, а также как избавиться от страданий? Есть одна концепция, она очень глубоко культивируется в моем эзотерическом направлении или в философской доктрине моей школы. И эта концепция, она звучит так. Радость приходит к человеку, если человек хвалит. Почему? Вот смотрите, между мужчиной и женщиной какие есть элементы. Допустим, если мужчина, допустим, нежный с женщиной, то тогда женщина к нему благосклонна. Вот смотрите, если человек, если мужчина нежен, если мужчина, допустим, нежен с женщиной, то она благосклонна к мужчине, а если женщина нежна к мужчине, то он благосклонен к ней. Таким образом, существуют концептуалы такие. Один из концептуалов – это возможность проявлять свою нежность, и эта нежность проявляется в виде хвалы. Поэтому, когда человек живет в концепции того, что он все хвалит, то в его жизни появляется и накапливается радость. А в случае, если человек начинает хулить, то это вызывает у человека страдания. А теперь посмотрите, как множество людей живут на планете Земля. Они начинают кого-то ругать. Вообще, поставьте для себя идею такую. Попробуйте на протяжении дня или месяца, попробуйте посмотреть, к какой чаше весов вы более склонны. Вы склонны более критиковать, ругать и хулить, или вы склонны к тому, чтобы поддерживать, поощрять и хвалить то, с чем вы живете и то, вокруг чего вы живете. Вот смотрите, если вы хвалите еду, хвалите того человека, который ее приготовил, хвалите жизнь за то, что на улице что-то происходит, хвалите тех, кто не очень хорошо себя ведет, и хвалите тех, кто хорошо себя ведет, то вы можете столкнуться с тем, что у вас появится радость. Но люди, они умудряются жить по-другому. Эти виноваты, этот козел, эти плохие, ребенок плохой, почему ты не учился сколько можно, вы воспитываете, вы критикуете, вы постоянно чем-то недовольны. То есть вы по-другому выбираете для себя путь. Не напрасно в Библии написано, что Бог создал человека, и человек сам выбирает для себя путь. Выбирает путь радости или путь страдания. Так вот, открытие, оно существует. Это открытие звучит так. Если вы хвалите, в вашей жизни будет радость. Если вы хулите, ругаетесь, то в вашей жизни будет горе, а также в вашей жизни будет страдание. Поэтому выберите уже сегодня для себя этот путь. Вот что вы начали делать? Вы начали страдать. А это говорит о том, что в жизни склонны к тому, чтобы критиковать.